Привет, друзья, с вами Кирилл, и здесь мы разбираем типичные ошибки, совершаемые в английском языке. Нужно понимать, что в языке не бывает ничего лишнего, и слова не вставляются в речи случайно, за исключением слов-паразитов, например, like или you know. И сейчас мы с вами в этом убедимся. В сегодняшнем уроке я хочу рассмотреть два выражения. To be through something и to be through with something. В чем разница? Всего лишь в предлоге with. Но значения этих выражений и ситуацию потребления кардинально отличаются в зависимости от того, присутствует ли это маленькое слово или нет. Давайте в этом разбираться. Итак, выражение номер один, без предлога. To be through something. To be through something means to experience something difficult and unpleasant, to endure some hardships. It is usually used in present or past perfect. You don't realize what I've been through. Ты не понимаешь, через что мне пришлось пройти. She's been through a lot. Ей пришлось многое пережить. You have been through enough this month. Тебе прилично досталось в этом месяце. Выражение to be through something значит пережить трудные времена, пройти через сложности. The expression to be through something can also be used when you've had the same situation before. We have been through this before. Мы это уже проходили раньше. Мы уже сталкивались с этим. Выражение номер два. Когда на горизонте появляется предлог with. To be through with something means to have finished using something or doing something. Are you through with this book? Ты уже закончил читать свою книгу? Are you through with your homework? Ты уже закончил выполнять свое домашнее задание? Выражение to be through with something значит закончить заниматься каким-то делом, которым вы только что занимались. You can also use this expression when you've had enough of something and you are tired of it. I'm through with this job. Я больше не буду заниматься этой работой. Я покончил с тем, чтобы помогать ей. Когда вам что-то очень надоело и вы решили покончить с этим, также можно употребить это выражение. If you are through with someone, it means that you no longer have any relationship with them and have nothing to do with them. I don't want to talk to you. I'm through with you. Я не хочу с тобой разговаривать. Между нами все кончено. You don't need to worry anymore. I'm through with her. I will never see her again. Тебе больше не стоит беспокоиться. Я разорвал с ней все отношения. Я больше никогда с ней не увижусь. Выражение to be through with someone значит перестать иметь дело с кем-то, разорвать все отношения. Так что всегда помните, что каждое слово имеет вес. Лучше всего, конечно, выписывать себе подобные выражения, чтобы наглядно почувствовать разницу. Например, недавно в группе ВКонтакте мы проводили тест на разницу между выражениями used to do something и be used to doing something, и многие не уловили разницу, хотя это совершенно разные вещи, которые ни в коем случае нельзя путать. Если знаете разницу, напишите об этом. Если нет, урок на эту тему есть у меня на канале. Смотрите по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и пишите свои комментарии. Спасибо за то, что остаетесь со мной. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok